Чтобы остаться в Таланде подольше, для многих сейчас самым доступным вариантом является студенческая виза. В своем видео о визах я об этом уже рассказывал, но в этом видео я расскажу о студенческой визе подробнее. Какова ситуация с получением таких виз на Пукете, какие нужны документы, что по деньгам и какую школу я мог бы вам порегментовать. Я прилетел в Талант по туристической визе и планировал перейти на студенческую, но в школе, которую я себе присматривал чисто из-за дешевых цен, не осталось больше мест. Из-за наплыва желающих. Но не стоит волноваться, школ много, мест для желающих тоже много. Просто по цене будет чуть дороже. Из-за такой перегрузки оформление документов школа сейчас занимает не 3-4 недели, как было раньше, а 4-5 недель. Некоторые школы не рискуют брать учеников, у кого осталось 30 или меньше дней до окончания штампа или визы. Им рекомендуют сделать бордерран, то есть выехать из Таиланда и сразу въехать в Таиланд, чтобы получить штамп на 45 дней. И тогда школа точно успеет все оформить. Скататься в один день в такой бордерран можно минимум за 3500 бат. Обычно сами школы помогают это организовать. Чтобы понять, нужен вам бордерран или нет, надо прийти с паспортом в выбранную вами школу и вам там все расскажут. Найти языковую школу можно просто, поискав на гугл-картах по запросу Language School. Например, для Пукета это будет Phuket Language School, для Паттайи – Pattaya Language School. Я живу на Пукете и расскажу, что знаю про то, как здесь обстоят дела со студенческой визой. Если у вас есть опыт обучения и получения студенческой визы, расскажите об этом в комментариях и поправьте меня, если моя информация не совсем точна. Строк студенческой визы обычно один год. Для тех, кто тут собирается жить дольше года, такую визу через год можно будет делать снова. Некоторые школы делают визы и на короткие сроки, например, на полгода. Схема оплаты у всех довольно стандартная. Стоимость визы и обучения, плюс оплата за перевод на студенческую визу в иммиграционном офисе без вылизной стороны, плюс оплата продления каждые три месяца. А теперь подробнее. Стоимость визы и обучения. Одни школы предлагают студенческую визу с обучением или без. С обучением такая виза будет, естественно, дороже. А другие школы таких вариантов не представляют. Оплатить обучение, а ходить на уроки или нет, решайте сами. Я на самом деле рекомендовал бы всем не отказываться от уроков языка, будь то это английский или тайский. Это вам по-любому будет полезно, особенно если у вас есть план какое-то время пожить в Таиланде. На данный момент эта часть оплаты визы составляет от 12 до более чем 100 тысяч бат, но там, где было дешево, обычно уже нет мест. Плюс к этому оплата за перевод с туристической визы или штампа в иммиграционном офисе может составлять от 12 до 15 тысяч бат. И последующие каждые три месяца нужно будет платить за штамп продления по 5 тысяч бат. Для годовой визы это три раза, в сумме 15 тысяч бат. В итоге общая сумма за весь год выйдет от 40 до 140 тысяч бат. Можно все оплатить сразу в школе, а можно платить постепенно. Сначала за визу обучения, через несколько недель за перевод визы в иммиграционном офисе и далее каждые три месяца по 5 тысяч бат за продление. Чтобы начать процесс оформления с туристической визы, вам понадобятся только паспорт и деньги. Еще нужны будут ваши фотографии, но их могут вам сделать прямо в школе. Либо сразу, либо попозже понадобятся фотографии внутри вашего жилья и снаружи, с вами же в кадре, а также справка формы ТМ-30, либо копия договора аренды жилья, ID владельца и документа о его праве на недвижимость. Я хотел было объехать все школы на пакете, но подумал, что если я буду реально учиться, чтобы повысить уровень своего тайского, то было бы удобно, чтобы школа была рядом, там, где я живу, в Патонге. Сначала я пошел в Патонг Лейнгвич Скул. Приятная на вид школа, но цены там оказались слишком высокими. А потом я пошел в школу The Genius Language School, где цены уже приемлемые. В общей сумме за гос. обучение, включая все продления, ту студенческая виза стоит 55 тысяч бат, что примерно 1500 долларов или 92 тысячи рублей. Вдоль я сам в эту школу, я пока сомневаюсь, ведь мне нужны уроки один на один с учителем, а здесь только групповые занятия. И боюсь не писаться, ведь я уже неплохо говорю по-тайски. Нашел ли я для себя школу или нет, вы всегда сможете спросить у меня лично в нашей группе в Телеграме Альтера Тай. Ссылка в описании. Со студенческой визой вам будет гораздо проще открыть счет в тайском банке, а как это сделать без визы, я рассказываю в этом видео. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok